Добрый вечер! Мультипликационные басни, давайте-ка о них и поговорим. Вот послушайте. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума обратиться, ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Так что же такое басня? Это, знаете ли, небольшой рассказ, чаще всего написанный в виде стихотворения и имеющий нравоучительный характер. В конце или в начале басни обязательно должна быть мораль, то есть основная поучительная мысль. Героями басни бывают, конечно, и люди, но в основном это животные, птицы, рыбы, вещи и даже растения. Такой прием называется олицетворением, а сам способ, которым выражена мысль в басне, эзоповским языком. Что же это за язык такой, спросите вы, а я вам отвечаю. Давно, две с половиной тысячи лет назад, жил в Древней Греции раб по имени Эзоп. Он был очень таким остроумным и находчивым, чем и прославился на весь мир на века. Да, считается, что именно эзоп первым начал сочинять басни, выражаясь в них не прямо, а намеками. В России басня стала широко распространяться уже с середины 18 века. Ну а самый известный русский баснописец Иван Андреевич Крылов эзоповским языком владел просто мастерски. Через поговорки, пословицы, басни он говорил правду, а Васька слушает, да ест. Слона-то я и не приметил. Вот такие фразы встали в народе крылатыми выражениями. Приемы басенного языка использовали в своей работе многие писатели-сатирики и поэты. Салтыков-Щедрин, Некрасов, Островский, Михалков. И сейчас мы с вами посмотрим еще одну экранизированную мультипликационную басню. Да, друзья мои, и среди людей нередко можно встретить вот таких персонажей. Ну что ж, передача у Левушки в гостях подошла к концу. И мы прощаемся с вами до завтра, как всегда, в вечернее время на канале ТНТ в эфире углического телевидения. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok